Друзья, мы вернулись с перерывом. У меня следующий набор лайфхаков для вас. И мы поговорим, что можно сделать интересного с гелевыми фильтрами. Точнее, как я с ними работаю и куда я их нестандартно бывает иногда применяю. Возможно, этот креатив кому-то поможет сделать более интересные работы и применять в своих световых схемах, дополняя это. Давайте начнем. Первое, о чем я хочу с вами поговорить, это о том, как можно быстро и интересно поменять цвет в картинке, особенно если мы работаем с тепло-холодными. Я буду использовать два источника света. Как многие знают, вспышка – это всегда температура 5500 кельвинов. Если мы поставим цветовую температуру 3200-3600 на камере, то мы получим холодный свет. Но на модели холодный свет может смотреться как тонировка и так далее. Это понятный прием, для многих, наверное, скучный. Но как затонировать интерьер, как затонировать полностью пространство, такой цвет. Это может быть природный свет, который также 5500, а может быть просто вспышка 5500. Но для этого нам модель придется подсветить отдельным источником света, который должен быть температурой примерно 3200. Как же нам эту цветовую температуру получить, если мы не меняем источник света на постоянный? Мы возьмем стандартную вспышку и оденем туда конверсионный фильтр, который будет давать нам цветовую температуру как раз 3200. И у нас получится нормальный баланс белого на коже модели, потому что рисующий источник будет теплый. А холодный источник будет светить у нас в потолок и заполнять все пространство голубовато-синим красивым светом. Пригласим нашу модель Марию. Мария, прошу. Пока наша модель выходит, у меня вот такой источник света. Здесь у меня стоит насадка White Zoom. Она дает широкий поток света, жесткий, с фактурой, как вы видите, вот здесь мелкой. В нее стоит фильтр конверсионный. Как вы видите, он тепленький. Он меняет цветовую температуру. Подключаем этот источник и поставим мощность 7,5 единиц. Я сейчас включу пилотный свет, чтобы вы могли поглядеть, как он светит. Видите, он теплый. Отодвинем наш источник вбок и поставим немножко его под углом, максимально освещая нашу модель. Его не надо ставить под большим углом, так как поток света большой. И даже вот с такого расстояния он спокойно будет освещать всю модель в рост. Дальше. Второй источник света у меня стоит за моделью на журавле вот здесь. На нем стоит 7500. Мне кажется, можно даже поставить меньше. Поставим на нем 7 единиц. Чтобы у меня не было слишком яркого фона. Даже, наверное, не 7, а ступень уберу. Поставлю 6,5. Здесь у нас 6,5. Поднимаем его повыше. Он будет красить как раз в синий цвет. Давайте возьмем камеру. Разберемся с нашим Wi-Fi. И поснимаем уже классные картинки. Я думаю, вы заметили, что у нас очень классный образ на нашей модели. Мы подобрали боди. Скомпоновала наш стилист с фактурой питона. Получился очень такой агрессивный образ. И мы с ним попробуем поработать и сделать что-то реально интересное и креативное. Так, камера у меня подключается. Нажимаем ОК. И делаем первый тест. Вот она наша фотография пришла. Так, видим, что нам яркости чуть-чуть не хватает. И мы ее можем позволить себе немного добавить. Добавляю одну ступень. Как вы уже можете заметить на мониторе, кожа модели стала теплая, а фон становится холодным. Самое важное, не забудьте, что на камере вам нужно поменять баланс белого на 3200. Поехали. Проверяем. Так, вспышка не сработала. Срабатывает. Еще раз тест. Так, секунду. Делаем тест. Как видите, у нас фон смотрится холодноватый. Его бы еще сильнее сделать холодным, а модель смотрится теплой, даже в чем-то загорелой. Давай, источник света, чуть-чуть выводи на модель. Чуть-чуть его развернуть. На меня. Да, да, да. Выводи, выводи, выводи еще. Вот так. Давай попробуем отсюда сделать дубль. Окей. И вот у нас получается легкий холодный оттенок на фоне и теплое, загорелое тело модели. Опять же, по мощности здесь можно регулировать и подбирать, ну и по светотеневому рисунку. Я бы сделал бы светотеневому рисунок чуть-чуть сверху, наклоним его так. И сделаем угол побольше. Так, у нас здесь стойка невысокая. Так. И поставим его вот так повыше. Вот так над нашей моделью. И делаем еще последнюю тестовую картинку. Носиком чуть-чуть сюда. И вот нам по яркости его более чем хватает. Даже многовато. Чуть прикроем. Ну-ка. А вот так, мне кажется, уже, уже прям хорошо. Проверяем, что там все-таки по балансу у нас все отлично. И свет нигде не пробивает. И можем снимать. Да, может руками наверху позировать спокойно, да. Такий спорт немножко. С ногами на меня, да. Такие. Вот, вот, вот. И голову в сторону можно повернуть и так далее. Молодец. Хорошо. Волш, чуть-чуть поправь. И попробуй присесть, к примеру. Ну, к примеру, как я сижу. Не-не, как я сижу. Видишь? Да, да, да. Кисть, расслабь. Окей. Вставай пока. У нас получается вот такая тонировка на кадре. Давайте я открою архив и посмотрим, что у нас получилось. Вот такой голубой был у нас фон. И вот так мы его начали красить. В зависимости от расположения холодного источника света, вы его можете покрасить по-разному. То есть получается легкое-легкое тонирование, и это делает фотографию реально интересной. Опять же, давайте посмотрим, что еще можно сделать интересное с гелевыми фильтрами. Тот источник отключай, убирай. Следующий прием будет очень-очень простым, но при этом не менее эффектным. Смотрите, что я сделаю. Я возьму источник света, который у нас был. Уберу два фильтра. Поставим его красиво, чтобы он светил на нашу модель. Пусть будет такой жесткий свет. Вот так вот. Отодвинем его подальше. И главное добавить мощности, так как мы его отодвигаем. Вот так. Все. У нас есть источник света. Он стандартный. White Zoom. Никаких тут наворотов нет. Цветовую температуру я возвращаю обратно. В 5500. Окей. Делаем тест. Получается красивая, я думаю, графичная картинка. Вот по яркости я чуть-чуть переборщил. Давай уберем там буквально ступень. Картинка не менее эффектная, она интересная. Но это опять же у меня 7200 стояло. Я что сделал? Я поставлю другой объектив. Зачем узнаете чуть-чуть попозже. Ставлю 2470. Сделаем тест, чтобы проверим Wi-Fi на месте у нас. Так, Wi-Fi у нас отвалился. Давайте Wi-Fi переподключим. Так. Так, есть Wi-Fi подцепился. Так, дай мне красный фильтр. Смотри, что мы сделаем. У нас есть обычный свет. Вот наша фотография. У нас красивая модель. У меня тут 2470, широкий угол. Вы видите освещение. Все как надо, красиво, правильно. Теперь. Открою сразу в архиве, чтобы это было видно. Для того, чтобы покрасить фотографию, я фильтр не буду одевать на источник света. Я этот фильтр внесу перед объективом. И давайте посмотрим, что у меня получится. Я поставлю миллиметров на 50. Если не считать, что у меня появляется засветка небольшая, вот здесь наверху, то у меня получается вот такая немножко потертая фотография. Это зависит от того, насколько у вас фильтр будет чистый, насколько аккуратно вы его будете прикладывать. Получается такой мутный ретро-эффект. Это сейчас очень модная картинка. Но здесь хорошо, когда вы используете именно жесткий свет. И это будет отлично работать. Плюс широкий угол позволяет реально креативить и создавать диагонали в кадре, и именно работая с этим. Возьмем широкий угол, пол шага сюда. Чуть-чуть. Ага. Здесь можно с позами прям пошире, поугловать и так далее. Голова выше куда-нибудь. Да, попробуй с руками около головы. Не-не, руки ставить. Да. Еще разок. Давайте посмотрим, что у нас получается. У нас получается вот такой креативный эффект. Красный, немного пленочной фотографии. И то, что фильтр немного вот такой грязный, это смотрится даже еще лучше, как мне кажется. Плюс мы модель здесь можем уже покрутить, подвигать и так далее. Я для такого света, такого эффекта точнее, свет бы ставил еще больше под углом. То есть я этот источник света отодвину вот сюда сильнее. Вот так. И направлю на модель. Подвинем здесь журавль. Вот так прям сбоку можно его направить, чтобы задний фон еще был темнее. И попробуем сделать еще пару интересных дублей. Да, здесь можно прям с волосами, с руками. Вот это прям гуд. Иногда можешь прям вот так на меня жестко смотреть. Тоже хорошо. Отлично. Поставим угол пошире. Еще. Так, когда вам надоест играться с одним фильтром, и вы хотите другую картинку, вы можете взять другой фильтр. Ну, к примеру, фиолетовый. Пока мне ассистент подаст фильтр, мы посмотрим, что получилось. Ну, смотрите, с красным фильтром получается вообще такой секс. Выразительный, очень мощно. Возьмем фиолетовый. И тут же покрасим картинку в другой цвет. С ногами. Попробуй какие-нибудь подъемы пооделать, что-нибудь такое. Может лицо прям отворачивать. Сейчас, секунду. Еще разок. Давай, давай, с руками. Молодец. Руки голове на голову куда-нибудь, закидывай их прям так. Вот так. И сделаем что-нибудь покрупнее. Боком. Другим, в эту сторону, на свет. Хорошо. Окей. Взяли другой фильтр и покрасили картинку в другой цвет. И вы можете эту историю делать очень разную. Вот у нас с красным было светом. Даже такие а-ля мутные кадры, они смотрятся интересно. А вот с цветным светом. Видите, такое ощущение, как будто я поставил цветной свет, но нет, я его не ставил. Вы сейчас сами видели, я взял фильтр и поднешь перед объективом. Вот вам интересный прием, как можно очень поменять фотографию и сделать ее реально модной, при этом с простым световым решением. Давайте посмотрим, что еще можно накреативить и придумать с цветными фильтрами. Так, следующий прием, он очень интересный и на самом деле мало кто о нем знает. Это можно кожу немножко тонировать. Есть такой вариант, косметический фильтр. Он используется обычно в киноиндустрии. Но никто вам не мешает этот фильтр поставить на импульсный источник света. И он будет смягчать немножко кожу и слегка ее тонировать в теплый такой цвет. Возьмем ту же нашу насадку, выключим пилот, чтобы не сжечь фильтр, тейп. Этот фильтр выглядит вот так. Он немножко мутноватый такой и слегка розового обычного оттенка. Он позволяет немножко подтонировать кожу, убрать покраснение на коже и выровнять цвет. Конечно, он не затемнит следы от загара, но при этом может смягчить весь оттенок кожи. Это никак не мешает. Берем два кусочка тейпа и вклеиваем в нашу насадку. Вот так. Заклеиваю лампу, чтобы все взаимодействие фильтра происходило на весь поток света. Уберем немножко мощность и направим на нашу модель. Я поставлю прям сбоку немного. Включим пилот, чтобы вам было наглядно видно. Видите, он немножко теплее стал. Кожа модели становится более приятной. А теперь давайте протестим уже на модели, как косметический фильтр работает и какой эффект он дает. Так, Wi-Fi у меня все подключено, работаем. Поехали. Ага, носиком сюда. Отлично. И в полный раз давай. Окей. И сделаем крупный план с лицом немножко. Окей. Давайте посмотрим, какой эффект мы получаем все-таки. Смотрите, если поглядеть на лицо, то картинка становится немного тонированной. И тонирование – это приятное для кожи. Вы этот баланс белого можете спокойно скорректировать, но при этом получаются очень плавные переходы на кожу, и цвет кожи смотрится приятным. Это видно и вот здесь на фотографии, и здесь. Поэтому фильтр дает небольшой легкий оттенок и придает такой загар коже. Если я это буду компенсировать, к примеру, балансом белого, то я зайду вот в камеру, к примеру, и поставлю баланс белого похолоднее. Допустим, не 5500, а поставлю его, допустим, 5200, даже 5100 поставлю. И сделаем еще пару дублей. Ножки попробую в точку вот так. Ага. Ну и с руками, с бедрами. Окей. Выкручивали. Вот так. Окей. Давайте посмотрим. Вот я поправил баланс белого. У меня картинка становится прохладнее по фону. Он становится нейтрально серым все-таки. Но цвет кожи остается такой загорелый. Именно вот косметический фильтр, этот эффект помогает вам добиться. Для этого и используют киношники его часто для таких съемок. Давайте посмотрим, какие еще есть варианты интересной работы с цветными фильтрами. Еще я думаю, вы тут же могли заметить, что у меня источник света жесткий. И чтобы источник света жесткий не становился безумно таким холодным и не выбеливал кожу, опять же, применяется тот же цветной косметический фильтр. Либо вы можете добавить немножко конверсионный фильтр. То есть температуру 5500 конвертировать в 6200-6500. Картинка становится теплее, но при этом визуально она смотрится очень похоже на те же 5500. Это касаемо жестких насадок или когда вы ставите контровой свет. Вот на это обратите внимание. Всегда контровой свет почему-то смотрится холоднее. Вот. Это следующий момент. Дальше. Еще интересный момент. Фотографию можно вообще цветными фильтрами разукрашивать. И один из интересных приемов, как одеть цветной фильтр, его можно сделать в трубочку. И, к примеру, одеть на любой моноблок, который защищен пайрексом. Или, к примеру, у нас вот есть профото, на нем пайрекс. И мы сейчас просто в трубочку свернули два одинаковых цветных фильтра и оденем. Это нам позволит окрашивать все пространство, которое вокруг есть. И уже отдельно на модель мы можем поставить любой источник света с любым другим цветным фильтром. Пока у меня ассистент это одевает, вот на фильтр. Да, отлично. Вот мы одеваем трубочку, это наглядно видно. Разверни ее на нас. Вот, да. И так мы будем окрашивать полностью все пространство, которое будет над нашей моделью. Теперь мы его подключаем, поднимаем повыше. А вот отсюда я поставлю другой рисующий источник. По цвету уберу этот. Да, его прям повыше поднимай туда. И возьмем, допустим, у нас там фиолетовый стоит. И чтобы был какой-то противоположный эффект, возьмем что-то изумрудное морской волны. К примеру, у меня есть вот здесь парочка таких фильтров. Вот, мы можем любой из них взять и поставить на нашу модель. Так, у нас там фиолетовый. Либо, как вариант, вы можете взять любую цветовое сочетание. К примеру, фиолетовый, противоположный, можно взять желтый. Мы сделаем это все в холодной гамме и чуть в более приглушенном варианте. Возьмем тейп. Опять же, чем удобен тейп, его можно пару раз использовать на разные фильтры, переклеивать, и он на самом деле держится. Вставляем сюда какой-то цвет, который нам, к примеру, очень-очень нравится и хочется сделать. Вот, поставим синий. Направим на нашу модель. Там включено, да? 7 единиц. И вот так, к примеру, посветим цветным. Сделаем полностью цветную фотографию. Давайте посмотрим, что у нас по яркости. Цепляйся тогда за белье тоже, если так делаешь. Давайте проверим сначала экспозицию. Вот у нас получилось такое окрашивание. Наверху у нас должен быть фиолетовый. Сработал фиолетовый? Давайте проверим у нас сначала окрашивание фона. Выключу этот цвет. Проверяем, как у нас покрашен фон. Мощности мало там. Сколько там стоит? Девятку поставь. Смотрите, у нас на источнике света, который стоит на фоне, сейчас 6 единиц стоит. Мы надели цветной фильтр фиолетовый. Он очень темный. Он поглощает примерно 2-2,5 ступени. Поэтому мы сейчас это вернем и поставим девятку. Проверим, что задний фон у нас окрашивается нормально. И потом уже спереди будем светить другим светом. Когда вы выставляете источники с цветными фильтрами, лучше проверить каждый источник по отдельности, выключая другие. Понять, что световая схема, цветовая схема работает. А потом их объединять. Окей, вот мы сейчас подключили источник, который наверху. Пробуем. Смотрим, что получается. А вот сейчас он покрасился, и все равно нам его мало. Хотя я могу что-то сделать. Могу немножко позволить себе поднять из 100 до 200. И сделать еще один тест. Смотрим. Вот сейчас у меня фон окрасился в темный, такой фиолетовый цвет. Получилось такое драмовое ощущение. Я хочу модель немного подсветить тем цветом, который есть у нас. Он должен быть жесткий, но должен подсвечивать немного. Поэтому мы на нем мощность уберем. Дай мне какой-нибудь еще синий. Поставлю, допустим, на значение 5. И буду подсвечивать немного сверху. У меня изумрудный есть. Может быть, даже еще один изумрудный взять. Сделаем микс из двух фильтров. Поставим вот этот немножко, еще больше. Добавим больше зелени. И направлю его немного под углом сверху на нашу модель, чтобы он меньше падал на фон, но при этом хорошо освещал лицо нашей модели. Для этого мы его поднимем повыше и зафиксируем. Вот так. Давайте посмотрим теперь, какой будет результат. Личком сюда можно. Мы добавили немного синего-зеленого эффекта. И, как видите, у меня его даже многовато. Хотя фактура красиво прорисовывается, мне его чуть-чуть многовато и высоко для лица модели. Ты будешь лицо немножко выше поднимать сейчас. Мне хочется еще меньше мощности. Я поставлю 4 и 5. Вот так. Поставим вот так. И разворачиваться в эту сторону лицом. А вот получился уже тот результат, к которому я и хотел приблизиться. Вот мне яркость чуть-чуть на рисунке не хватает. Но я это могу сделать, спокойно поправить. Все-таки 5,6 было разумно. 5,0 было разумно. Просто источник надо поставить чуть-чуть подальше. Зачем мне нужен жесткий источник света сейчас на модели? Чтобы проявить фактуру. Чтобы не потерять фактурность за счет разукрашивания картинки цветными фильтрами. Можно ноги вот так шире садиться. Плечо не ломай. Чуть-чуть назад плечик. Вот так. Отлично. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас получается стало. А вот мы и разукрасили нашу фотографию. И она смотрится уже интересно, уже более модно и креативно. То есть вы можете красить фотографию. И все остальное пространство вокруг модели у нас тоже сейчас разукрашено при помощи фиолетового фильтра. Давайте сделаем пару дублей. Поищем интересный ракурс. Все good. Работаем. Лицо только в эту сторону всегда. Плечо назад. Попробуй с ногами вот такую посадку. Всякие варианты. Типа go-go. Хорошо. Давай-давай с рукой, можно касаться. Пусти его ниже. С руками вот сюда двумя. Вот здесь поправь лямку. Видишь? Молодец. Да. Попробуй еще так же внизу поработать, как с коленями, может быть, да. Кисть бросай, чтобы я ее видел. Пальцы раскрой. Не вижу. Да. Спокойно. А если упереться на две руки? Хорошо. Вставай. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, у нас получился вот такой креативный фэшн. Мне кажется, по-своему очень интересно и вариативно. Я взял два цвета, которые находятся рядом по цветовому кругу и дальше уже сбалансировал их так, как мне это нужно было. Как вы видите, с цветными фильтрами можно много получить разных интересных вариантов. Я покажу последний, мой, наверное, самый любимый лайфхак. Многие мечтают снимать в студии на открытых диафрагмах, примерно таких как 2.0, 2.8. Но источники света, если у вас не генератор, в большинстве случаев выдают очень большую мощность для съемки на таких значениях. Что с этим можно поделать? Можно спокойно взять затемняющие фильтры и поставить их на рисующий источник света, либо на количество источников света, которое вы используете в схеме. То есть, затемнить минимальное значение, которое есть на источнике и получить значение на диафрагме уже 2.8. К примеру, у меня объектив сейчас 24-70. Я хочу снять на 2.8, на 70 мм, чтобы у меня был размытый и красивый задний план. Я для этого возьму, у меня есть стандартный источник света. На нем у меня стоит жесткая насадка, тот же wide zoom, как с прошлого раза вы видели. Я беру два затемняющих фильтра. Они выглядят вот так, черными. Они понижают в пределах полутора-двух ступеней. Склеим тейпы и перекрываем полностью поток света, который идет у нас здесь. Вот так, по максимуму. Все. Вот так, все. Вот у нас получился закрытый вариант. Теперь включаем источник, ставим его на минимальное значение. У меня это 4 единицы. И можно спокойно направлять на нашу модель. Я сейчас переключу на пилот, чтобы мне было видно. Позовем нашу модель. Прошу. И снимем, к примеру, какой-нибудь интересный портрет. У нас есть вот такой красивый образ. Вот сюда. Далеко не убегая. Вот я настраиваю свет, как мне нужно. Ну, к примеру, поставим его вот так. И давайте посмотрим, какое значение диафрагмы у меня получилось. Я ставлю объективное ISO минимальное 100. Одна 160-я. Диафрагма у меня сейчас 2,8. Мы снимаем сейчас портрет, поэтому с руками можно спокойнее. Вот у меня произошла вспышка. 2,8 было. И как вы видите, у меня на фотографии на самом деле темно. То есть у меня двух этих фильтров хватило закрыться так, что у меня 2,8. То есть я мог бы снимать и на диафрагме спокойно, я думаю, 1,8 нормально. Давайте я подниму ISO до 200, а ставлюсь на диафрагме 2,8. Окей. Кадр. Проверяем. Опять так же видно, что еще темно, хотя у меня ISO уже 200. Поднимем ISO до 400. Двумя фильтрами я затемнил так, что у меня значение сейчас ISO 400, диафрагма 2,8. Сделай полшага ко мне чуть-чуть. Отлично. Смотрим здесь. И вот только сейчас у меня начало проявляться на экране, что у меня нормальная экспозиция. То есть двумя простыми фильтрами, затемняющими, я затемнил картинку так, что смогу снимать на ISO 400, диафрагма 2,8. Легко, просто. И вот вам, пожалуйста, открытая диафрагма в студии. Давайте сделаем пару портретов. Я поставлю режим черно-белой фотографии. Мне кажется, для портрета это очень красиво. И сделаем пару портретов. Также источником света я могу управлять спокойно, вот по периметру двигать его. Поставим его ровно. Отлично. Сделали несколько кадров. Давайте посмотрим на результат. Наши замечательные черно-белые портреты, снятые на открытой диафрагме 2,8. Как вы видели, корректируя это значение, вы можете спокойно снимать на открытых диафрагмах, на своих любимых фиксовых объективах, так же, как вы делаете на улице. То же самое вы можете проделать в любом пространстве, когда вы снимаете модель. Смотрите, я сейчас сниму не на фон, а чтобы было видно размытие пространства. Попрошу модель немножко развернуться вот сюда. И так же на меня можно. Отлично. Вот он, последний кадр, который мы тут снимали. И, как вы видите, вот оно, размытие пространства. Я думаю, на экране это очень наглядно, в этой фотографии. 2,8, красиво размыто, без всяких проблем. Такие фильтры вы можете встроить в софтбокс, в любой жесткий рефлектор и получить достаточно красивую картинку. Но смотрите, есть еще один интересный ход, как можно получить тоже съемку на открытых диафрагмах, и свет будет маленько другой, но тоже красивый. Что мы для этого сделаем? Мы возьмем этот же источник света. Уберем затемняющие фильтры. И оставим этот источник света на пилоте. У профота пилот очень достаточно мощный. Вот он на полной мощности светит. Вот, видно, как он ярко светит. И мы можем так же им управлять и так же им поснимать. Поставим вот так прям ровно на нашу модель. Свет от камеры. И посмотрим, на каких значениях мы сможем это снять. Вот у меня стоит 2,8 и 100-400. На меня. Так, у меня стоит вспышка. Естественно, это ярко. Я убираю синхронизатор. Окей. Давайте посмотрим. Вот у нас была вспышка яркая. А вот без вспышки. Вот обычный пилотный свет. Дает достаточно красивый рисунок. И с ним можно тоже работать. Никто вам не мешает. Дальше вопрос уже баланса белого. Я сейчас поставлю цветное изображение. И поставлю баланс белого. Естественно, баланс белого надо поставить по лампе накаливания. Это 3,200. А дальше уже дело вкуса. Кому-то теплее нравится, кому-то менее теплый вариант. Даже можно и меньше ставить. А, извиняюсь, баланс белого не поправился еще до конца. Надо было подтвердить. 3,200 оставлю его. А, вот теперь нормально. Еще огромный плюс от установки такого баланса белого. Если вы снимаете в студии, где у вас есть холодный свет от окон, то у вас задний план будет холодноватого цвета. Получите тепло-холодный вариант, как киношный. Секунду. Ай, секунду. Вот у нас был баланс белого неправильный. А вот наши отличные результаты. Съемка на открытой диафрагме. И соумия стоит 400. Значение диафрагмы 2,8. И, как вы видите, картинка никак не портится и смотрится отлично. Доработаем этот вариант. Сделаем еще пару интересных портретов. Я поставлю свет немножко сбоку, чтобы теней не было. Лицом сюда немножко. Хорошо на меня? Молодец. Окей. Ну и вот какие портреты у нас получились. Как видите, в чем огромный плюс работает с таким постоянным светом? Вы видите, как ложится свет на лицо вашей модели. И вы можете им управлять. То есть картинка, которую вы видите сейчас, такая же картинка у вас получается на камере. Это очень удобно. Продолжение следует...